Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня вас ждет совершенно необыкновенный разговор о выдающемся терапевте, о крупном интернисте, об организаторе известном здравоохранении Роман Альбертовича Лурия. Здравствуйте, дорогой Роман Альбертович! Приветствую вас, коллега! Чем обязан? Дело в том, Роман Альбертович, что мы в нашей клинике глубоко чтим славные традиции отечественной терапевтической школы и стараемся, насколько это возможно, хранить память о наших великих предшественников. Но, однако, вы знаете, банальные уроки по истории медицины в чистом виде не вызывают интереса современных врачей. Причиной тому, наверное, сумасшедшей там жизни, доступной всевозможной информации, загруженность на работе, зачастую не только медицинским вопросом, но и многое-многое другое. Именно поэтому время от времени приглашаем в гости ярких представителей фундаментальной клинической науки 19-е и первой половины 20-х веков. И ваш визит – большая честь для нас. Да, ну, дело хорошее, нужное. Тот, кто не знает своего прошлого, лишен будущего. Но формальных знаний недостаточно, а главное другое – понять связь времен и поколений, продолжить и развить изучение поднятых предшественниками вопросов, актуальность которых не теряется в веках. Наследие лучших представителей нашей профессии нельзя не только забывать, но и оставлять без практического применения с акцентом на дальнейшее развитие. Колеса медицинской истории не должны ржаветь. Не допустить потери преемственности поколений – вот какую задачу надлежит ставить перед собой. Вы справедливо заметили про представителей фундаментальной науки. Слово-то какое? Фундамент, то есть базис, основа, ядро. Всякий клинический успех жизнится на фундаментальной дисциплинах. Да будет вам известно, дорогой мой, что по окончании медицинского факультета Казанского университета мне посчастливилось попасть в лабораторию крупнейшего нашего физиолога, профессора Николая Александровича Миславского, под чутким руководством которого я защитил докторскую диссертацию о роли чувствительных нервов и нервации дыхания, пройдя блестящую школу научного эксперимента. Эта диссертация была опубликована отдельной книгой. Разрешите, глубоко уважаемый Роман Альперзович, я поведаю нашим докторам о Николае Александровиче Миславском. Вряд ли его знает широкая наша медицинская аудитория. Это российский советский физиолог, член-корреспондент Академии наук СССР, заслуженный деятель науки Российской Федерации. Основные работы были посвящены местоположению дыхательного центра млекопитающих, влиянию коры больших полушарий головного мозга на внутренние органы, иннервации гладких мышц, ряда желез внутри секреций, физиологии дендритов, а также фректорной регуляции кровообращения. Спасибо. Однако я продолжу. В успехах же на клиническом попричь я практически всем обязан полному тезке Миславского, профессору Николаю Александровичу Засецкому. Выдающемуся клиницисту-педагогу, заведующему терапевтической клиникой Казанского университета, представителю знаменитого дворянского рода. Человек он был многогранный, большой культурой и воспитанием. Будучи заведующей кавитрой частной патологии терапии, считающей теоретической, не клинической и не имеющей по этой причине собственной клинической базы, Николай Александрович, благодаря умению договориться о проведении занятий в больничных учреждениях, смог организовать практические занятия со студентами в ряде больниц в Казани. А вот еще я бы, конечно, здесь внедрился в наш диалог и сказал, что я думаю, что с уверенностью могу сказать, что немногие знают крупного ученого-интерниста и педагога, заслуженного профессора Казанского университета Николая Александровича Засецкого. Спасибо, Аркадий Львович. Главное, чему я у него научился – чтению лекций. Не вдаваться в подробности патогенеза, клиники того или иного болезненного процесса, но зато подчеркивать самое главное и самое важное в картине той или иной болезненной формы. Я хоть не в первой молодости, но профессора Засецкого не застал. Но, тем не менее, каждую свою лекцию, каждое свое выступление строю таким образом, чтобы вычленить основное, а значит, практически востребованное, как для студентов, так и для врачей. Собственно говоря, концепция всех наших образовательных программ построена на максимально лаконичном и практически ориентированном изложении материала. Особенно это важно в наше время, когда львиная доля медицинской помощи в настоящее время оказывается амбулаторна, и врача поликлиники необходимо вооружить алгоритмами диагностики лечения тех патологий, которые, что называется, на потоке. И в коей мере не принижают значимые знания о патогенезе заболевания, но в нынешних реалиях это все уходит на второй план. Мы живем в век доказателей медицины, и из этого следует, что любая врачебная рекомендация должна быть научно обоснована. Именно поэтому экспертные сообщества разрабатывают клинические рекомендации для практических врачей по каждой специальности. Однако зачастую формат этих клинических рекомендаций не удовлетворяет потребностям специалистов первичного звена. Какого звена? О чем вы говорите? Ох, да. Роман Альбертович упустил из виду. Специалисты первичного звена здравоохранения, это терапевты, поликлиник, врачи общей практики, врачи и фельдшеры скорой помощи, сотрудники фельдшерско-акушерских пунктов, сельских амбулаторий по-старому. Именно на их рубки и плечи с недавнего времени легла основная нагрузка в системе оказания медицинской помощи населению. Подготовка же этих специалистов – приоритетная цель на современном этапе отраслевого развития. Мы делаем для этого все от нас зависящее, если не больше. Так вот, классические рекомендации в качестве настольного пособия не подходят докторам поликлиник. Большой объем документов, информация, выходящие за мулаторные рамки и многое другое. Времени у них мало. Всего лишь 15 минут на больного. И все. По этой причине мы публикуем консенсусы. По сути, это те же клинические рекомендации, только в кратком и практически применимом изложении. Мы готовим эти документы совместно с ведущими экспертами, первыми лицами отечественной и клинической науки, на основе уже имеющихся рекомендаций, и специально для врачей первичных звенах. Формат этих согласительных документов отличается тем, что он максимально приближен к амбулаторной практике. Ведь у практического врача, я уже повторяю, нет ни времени, ни возможности познакомиться со всеми отраслевыми новинками. Поэтому задача этих консенсус стоит в том, чтобы в сжатой форме дать современную и практически воспроизводимую информацию. Вот, собственно, один из таких документов, он посвящен профилактику и лечению боли в спине. Здесь есть модуль клинический, здесь есть модуль диагностический, модуль лечебный. И все это достаточно в сжатой форме, и врачам это чрезвычайно нравится, и это имеет высоченную потребность. Такие дела, значит, это похвально. Мы, ученые клиницисты и педагоги, должны всячески содействовать нашим коллегам-практикам в их нелегкой работе. Не заделать нос по причине наличия учтенных степеней званий, а максимально облегчать их повседневно нелегкие труды. Я обязательно изучу повнимательнее ваши материалы, но уже по оглавлению вижу, что выстроены не логически, а значит, будут понятны нашим коллегам. Мы коснулись очень серьезного, пожалуй, наиважнейшего вопроса после дипломного образования врачей. Уж век назад было понятно, что без регулярного повышения квалификации врач не сможет оказывать помощь на должном уровне. Не мне в голову пришла по тем временам сумасшедшая идея организовать в Казани институт для усовершенствования врачей. Медицинскому факультету Казанского университета было не по зубам. Только что прошла революция, в стране голод, разруха. Ты не знаешь, что может случиться, не то что завтра, а через час. Поверьте, я не привеличиваю. Однако люди продолжали болеть, а медицинские знания обновляться мод. Вот мы и с товарищами, и организовали такой институт. Теперь это Казанская государственная медицинская академия. В прошлом году этому учреждению исполнилось 100 лет. Ваше дело не забыто, уважаемый Роман Альбертович. Убедитесь в этом сами. В этом году Казанская медицинская академия отмечает свое столетие. Известное как ГИДУФ – Государственный институт для усовершенствования врачей, организация появилась практически одновременно с ТАССР. Даже чуть раньше, на месяц с небольшим, 22 апреля 1920 года. Создавал эту организацию предприимчивый и деятельный врач Роман Лурия. После окончания Казанского университета Лурия отправляется работать земским врачом в Буинск, а затем открывает частную клинику в Казани, которая вскоре приобретает известность и за пределами города. В годы Первой мировой войны врач практикует в военных госпиталях. Эти знания пригодились и после революции, в годы Гражданской войны. В Казани тогда находилось много госпиталей, в которых трудились врачи военных или досрочных выпусков. Пополнить их знания для работы в мирных условиях и должен был новый институт. Основой стало оборудование из клиники Лурии. Роман Альбертович Лурия на сегодняшний день, это Баумана 35, имел частную клинику свою. И он единственный в Казани имел рентгентоаппарат. Он уже привез в свои клиники. У него была лаборатория. И он имел такой авторитет среди медиков. Вот здесь где-то 27 профессоров. Это фотографии Казанского университета. Не работая ни одного дня в университете, он всех их мог пригласить. И они все пришли к нам. Они все у нас работали. Создав гиду в Казани, Лурия едет работать в Московский институт усовершенствования врачей. Однако в годы войны врач снова возвращается в Казань лечить раненых. В характеристике, которую оставил военный комиссар, говорится, за время войны профессор Лурия обеспечил высококвалифицированную консультацию более чем тысячи раненых. Черт побери, вы уже не первый раз меня приятно удивляете, любезный коллега. Дело обстояло точь в точь, как вы сказали, что мы живы, пока о нас помнят. Казанский опыт по усовершенному врачебной квалификации венчался успехом. И 10 лет спустя я переехал в Москву, где принимала активнейшее участие уже в создании Центрального института совершенствования врачей, первую терапевтическую кафедру которого я возглавлял в течение 15 лет. Также был заместителем директора по научно-учебной работе этого института. Мне нечего добавить к вашим словам о последипломном образовании, если бы не одно обстоятельство. Представьте себе, Роман Альбертович, несколько лет назад большинство выпускников медицинских вузов получили возможность самостоятельно приступить к работе в поликлинике, то есть в амбулаториях по-старому, без какой бы то ни было предшествующей подготовки. Ординатура осталась для избранных. Что вы говорите? Это форменное безобразие. Как такое могли допустить? И что же, ведущие профиране возмутились? Позор. Ну, успокойтесь, Роман Альбертович, эмоциями делу не поможешь. Эта новость была принята в штыки. Многими профессорами-академиками кто как только не критиковал эту идею, однако дальше критике дело не дошло. А критиковать необратимую, во всяком случае, в обозримом будущем ситуацию, без каких-либо практических предложений, ну, это не мой стиль. Кроме того, я уже говорил, что сама модель здравоохранения претерпела, существенно изменилась. Изменения сократились, количество цена раз, и расширилась амбулаторная сеть. И первочерей одной отраслевой задачей стала подготовка квалифицированного поликлинического терапевта, врача общей практики. И поэтому в самый разгар дискуссий, споров относительно преобразования в системе здравоохранения и медицинского образования мы организовали проект амбулаторный прием, главной задачей которого стала всесторонняя подготовка специалистов первичного звена поликлинических терапевтов, врачей общей практики, и затем первого в истории нашей славной медицины профессиональное сообщество врачей и поликлиник-амбулаторный врач. Неудобно себя хвалить, но за недолгое время своего существования проекты нашего общества, согласно результатам и просто самих врачей по всей стране, стали своего рода единственной школой по непрерывной их подготовке. А увенчалось это созданием научно-практического центра подготовки непрерывного профессионального развития специалистов первичного звена Института амбулаторной терапии, в стенах которого вы сейчас и находитесь. Вы знаете, как-то наш разговор в основном обо мне, да и обо мне, и вообще об учениках ваших, поэтому мне бы все-таки хотелось вернуться и в финале нашего диалога показать теперь ваши выдающиеся труды. Ныне настольные книги интернистов. Первые три посвящены вопросам гастроэнтерологии. Обратите внимание, первая книга – «Болезни пищевода и желудка», издание 1933 года. «Болезни желудок и кишок» 1939 год и 1941 год – «Болезни пищевода и желудка». Вы знаете, сегодня, конечно, появилось много исследований диагностических, но клиника, которую вы здесь описали, вы же понимаете, она никаким образом не изменяется. И вот это является тоже действительно такой азбукой гастроэнтерологической, которой пользуются сегодня все наши врачи. А вот еще две книжки. Одна 1944 года, ну и вторая, наверное, где-то в этих пределах. А нет, это уже переизданная. 1979 год. Они посвящены внутренним картине болезней и иотрогенным заболеваниям. Вы даже, наверное, не подозреваете, что, может быть, вы явились самым первым человеком, который стал говорить об этой иотрогенной патологии. В основном, навязанной патологией. Вот, может быть, неудачным разговором с больным. Может быть, без учета его психологического настроя. Ну, слово много-много всего. Иотрогения сегодня – это большая проблема медицины. Первые на эту тему книги, а не ваши. Ну, Аркадий Львович, сразили на повал. Храните память о прошлом и творите в настоящем с прицелом на будущее. Всего вам доброго, успехов и благополучия. Спасибо за добрые слова и уделенное время, Роман Альбертович. Коллеги, я напоминаю, что сегодняшний наш диалог был с выдающимся русским терапевтом, профессором Лурия, крупным организатором здравоохранения, человеком, много создавшего в нашей медицинской науке и практике. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова